Шалом бонжур! Вы знаете, у одесситов есть несколько качеств, о которых я вам хочу рассказать. Такой топ-5. Первое качество, каждый одессит гордится тем, что он таки, да, родился, иметь счастье, родиться в Одессе. И не безосновательно, потому что только у одессита есть две мамы, родная, и Одесса мама город жемчужиного моря. И каждый одессит спросит тебя, а ты в каком поколении одессит? И будет очень хорошо, это идеал, если вы скажете, в пятом. Качество номер два, которым обладают одесситы, это коммуникабельность и общительность. У нас есть такое, да, а поговорить. Мы часто разговариваем с людьми на улице, которых мы не знаем, просто подходим, начинаем разговаривать. Многие шарахаются, особенно приезжие, или мы, когда приезжаем куда-то, одесситы, шарахаются, ведь думают, что мы жулики. Конечно, а поговорить это важно. У нас даже своя речь есть. И это не набор каких-то жлобских выражений из популярных кинофильмов. Это льющиеся, как ветер, тонкая, изящная интонация. Это одесская речь. Одесская находчивость. Это пункт номер три, конечно же. История про апельсины и танк на испуг, то есть танк сделанный из трактора, обшитый листами. А почему-то еще говорят, что находчивым были одесские жулики, вот эти бандиты. Они всегда вот кодекс свой бандитский чтили, а другие из других городов говорят не очень. Так что одесским жуликам почему-то именно находчивость, какое-то изящество романтизируют. Это одесская находчивость, да? Тут я буду краток. Четвертое – это одесская предприимчивость. У нас даже такая фраза есть, как делать деньги. Каждый одессит, коренной одессит, таки, да, умеет делать деньги, умеет делать это красиво, потому что он дико предприимчивый. Конечно же, юмор. Юмор, который вот тут вот на морщинках у одесситов откладывается, возможность пошутить в любой сложной ситуации – это наш флаг, это наш герб, это юмор. И если другие рвут на себе волосы, хватаются за голову, когда какие-то проблемы, одессит пошутит, пошутит и таким образом скажет, знаете что, имела крупным планом эти проблемы. Ну, топ-5 я сказал, и теперь от меня такая как бы ирония жизненная, что когда приезжают в Одессу отдохнуть и общаются с одесситами, многие думают, что одесситы до полудня ничего не делают.